Максим, а как же диверсификация по странам? Ребят, еще раз. Есть вопрос, то есть то, про что я говорил. Почему люди, даже зная эти вещи, казалось бы, очевидные и простые, почему они все равно не богатеют? Потому что, когда мне задали вопрос, почему Россия покупает иностранные компании? Я говорю, есть задача создать. Что такое создать? Создать – это когда капитала нет, и я его создаю. Создать капитал на длительном промежутке времени. Диверсификация, когда у вас уже есть капитал, и вы его диверсифицироваете. Если идти в параметры создания капитала, то в этом случае вы должны смотреть на то, что вам позволит создать. Или компании, у которых хорошая прибыль, но они стоят дешево по каким-то причинам. Политические риски, административные риски, налоговые риски, санкционные риски. Сложилось так, что хорошая компания, которая имеет хороший денежный поток, стоит дешево по внешним обстоятельствам. И когда у меня стоит задача создания капитала, мне нужна цена ПЕ, срок окупаемости 5. Чтобы у компании было столько чистой прибыли, что при прочих равных условиях мои инвестиции в ней отбились бы. Не напрямую, конечно же, отбились, но в финансовой математике отбились бы за 5 лет. Вот в России этот показатель ПЕ сейчас составляет 6,5-7. В Америке – 25. В Китае – 30. То есть, если я инвестирую в китайские компании, то в этом случае, в среднем, опять-таки, я говорю, инвестиции окупаются 30 лет, в Америке – 25 лет, в России – 6 лет. И если у меня стоит задача создать капитал, я буду его направлять туда, где он может создаться быстрее. Это мой выбор. Это показатель цены ценностей. Это принцип асимметричного инвестирования. Будет еще дешевле. Я регулярно инвестирую или балансирую. Через 15-20 лет у нас будет другой президент, ребят. И если вы не верите в Россию, то тогда инвестируйте, в принципе, глобально. Инвестируйте, вот тут говорили, в дивидендных аристократов в Америке. Это тоже ваше выбор. Я вам говорю, что с целью, с позиции, если ставить целью создать капитал, я считаю, что лучшим инструментом для создания капитала является российский рынок. Я объясню, почему я это делал. Поэтому я сейчас не заставлю, не включаю сюда инструменты управления капиталом по глобальной диверсификации. Да, у меня есть еще 3 миллиона долларов. И, конечно же, у меня есть брокерский счет. И в IB есть, и в EXANTE есть, и в UBL есть. Как и в России у меня тоже есть брокерский счет. И в Тинькове, и в Открытии. И не один. Диверсификация контрагентов в том числе. По задачам, которые выполняются. Ваш курс для более опытных инвесторов, новички разочаруются или будут тупо копировать ваши действия. Так, смысл в том, что при этом и предполагают, что нужно копировать мои действия. Не надо ни в чем разбираться. Надо открыть брокерский счет по инструкции, который дал. Завести туда деньги по инструкции, которые дал. И совершить сделку по инструкции, которые дал. А что покупать, я, соответственно, каждый месяц предоставляю. Здесь просто попробовать тариф осторожный. То есть технические моменты, ответ техподдержка у нас соответственно дает.